привет даст ну спрашиваю откуда будете кубань россия киев украина привет скажите от истории кубани какая знаете чуть-чуть в общих чертах когда она была населена украинцами с какого момента украинцами до первый раз слышу что украинцы вообще были когда-то значит очень плохо знаете историю так понимаю я знаю что люди запорожской области это сейчас она так называется запорожская область переехали на кубань это я знаю вот а запросы кем были первого раз слышу а запросы кем были как кем русскими а русскими были конечно российская империя была кем они еще могли быть русскими понял не себя не себя относили к русским которые были там москве до причем такими же такими же не москва здесь причем не ну потому что русские это не относится к москве а украинцы относятся к территории украины логично при чем тут москва и русские ясненько слушайте москвы еще не было русские были причем тут москва да только только те то было не те русские которые сейчас русские смотрите значит есть есть письмо брюховецкого за 1668 год где пишется значит следующая фраза что нас войско запорожское и весь народ христианский украинский выгубляты а украину чизну нашу снова не разорят и постановили а также пишется что а самих себя и весь народ украинский до венному упадку себе не радеючи приводите имели скажите что вы думаете это вы откуда читаете молодой человек это письмо ивана брюховецкого к донским казакам аня к сотнику сотни куда какому сейчас сейчас найдем дед так вот вроде да значит это список и список и списка белорусского письма какого писала лист брюховецкий к новогородскому же сотнику и катаману и к войску и ко всем жителям а к москве присланы нынешнего 176 года вот что там непонятно ну это 1668 год войско запорожское звет себя украинским народом да не было что ты говоришь вообще я ж только что прочитал да что ты там прочитал ты сам себя понял что там прочитал я вообще ничего не понял ясно ну давайте тогда другого я прочитаю смотрите было посольство богдана хмельницкого в 1657 году где-то в москву да вроде посольства было так и здесь он здесь он значит сейчас найду вам украину так вот пишется значит имеючи дальний умысел него что украину обратить чего ему боже не помази дальше пишется и только она говоря не только мы украину землю его царского величества умышляли бы пустошил дальше пишется сказывает если б то не надобно украинцы вместе с москвою великого княжества литовской и малой россии пока месь князи русские держали в киеве прежде живущие и пишется также секретарь войско запорожского что ся на украине не чинить вот украинцы это кто запорожские казаки в том числе да кто вам сказал а самих казаки сказали людей ну послушайте украинцы называли людей которые жили на окраине этой российской империи все это вы откуда то есть это как как сибиряки но это вы откуда как алтайцы как кубанцы сейчас вот так же были украинцы это это не национальность почему вы взяли что это национальность какая-то а вы откуда это взяли это я ниоткуда не взял эта история а вы сами придумали время так что да причем придумал ну вы же я спрашиваю откуда вы взяли я говорю я с письма взял оригинального казаку слушайте почему сибиряков называют сибиряками есть такая национальность сибиряк нет а у них есть язык свой почему алтайца послушайте почему них язык язык а у вас что есть свой язык украинцам вот это вопрос а вы не знали давно есть это действительно вопрос данную и русского языка а что а как а как на русском языке будет домовина переводить перевести переводите буду пожалуйста слова дома война как будет на русском такая же не знаю украинского языка так вы видите это диалект вы должны понимать что я чё должен сиди и лекты понимать в россии ну это ж это ж диалект русского языка вы что 190 национальности живет в российской федерации вы представляете сколько всяких диалектов и сколько по-разному называются слова а когда этот диалект и вообще появился да у всех свои диалекты у вода волги не не ну вы говорите диалект русского языка хочу спросить кого-то на кубани живут на кубани люди живут свой деле украинский а южно-русский а южно-русский наконец-то а что вас веселит я не пойму молодой человек ну потому что куб на кубани как раз таки преимущественно живут украинцы это можно увидеть на многих картох до сих пор да с чего вы взяли что тут живут украинцы но бы запорожцев переселили вот этих которые себя украинцами называли украина вообще когда государство украинское появилось украинское государство гетьманщина войско запорожское и низовое 1649 год зборовский договор с кем с кем с речью посполитой кого с кем речь посполитой вот смотрите была битва под сборовом после которой значит было выделено ну то есть богдан хмельницкий уставил стал верховным гетьманом вот его еще князем о куда ж куда улетел ну вот стал едьманом управленцем собственно ему под управление давали земли братславского киевского чернигевского воеводства полностью вся польская вот эта администрация не имела никакого влияния на это то есть там было было собственное управление всеми этими землями вот ну то есть эти земли находились под управлением казаку и с этого момента уже мы берем как понятие как украинская государственность хоть и без слова украина но как мы видим запорожцы там запорожцы казаки просто так дальше они себя назвали украинцами то есть вот это понятие украинцы украина но как раз таки и относилась стало вот выделяться появляться как раз таки тогда когда уже казаки начали в этих землях преобладать ну то есть вот это украина это не что иное как выделяет вот эту свободу вот этот островок свободы нашего народа потому что в остальных воеводствах еще так себя никто там особо не называли не называл все там русским народом так дальше по религии вот а казаки как раз таки себя выделяли как украинцы их выделяли как украинцы то есть это отдельные свободные люди которые на которых не распространяется власти речи посполитой добрый день когда все путем а ваши там ты тоже хочу там за картинки какие-то слова это все для москвичей я москвич все для меня увидите не любишь спаску спаску башню не любишь не ну как сказать не знаю за что ее любить найди не не то чтобы ненавидеть за что-то нет но такое это так символизм больше мечты да ну как уже уже когда-то она горела там 1618 году 1812 году в шестьсот восемнадцатом горела не она другая ну суть в шестьсот двенадцатом да она суть еще в семнадцатом горела в семнадцатом да еще там помню но я не помню когда она там строилась в каком году напомните ну в общем про ивана и васильевича она точно строилась а вот каких годах я точно не вспомню сейчас 16 век да там вот эти итальянские архитекторы строили эти все каменные все вот эти постройки и я вот не помню ну короче там ходил как-то каримский хан тоже 1572 году тоже полил тоже полил так что бывало в истории нашего с тобой государством все бывало ну как нашего мое государство это это там едь манщина украинская народная республика едь манщина это не государство вот это моё государство украинская народная республика это которые в цирке объявили вот это да то что признала там больше 15 стран признала украинская народная республика которая самостоятельно независимая составе ты универсал читал вообще ну четвертый универсал читать ну ты второй сначала прочти так четвертый наверное позже издавался за второй наверно сначала унер там признается в составе сфср ну сначала они хотели автономной в составе не сфср а в составе российской республики но потом российскую республику уничтожили вот этот большевики да красные и все собственно независимые украинская народная республика четвертого четвертом универсале провозгласила независимость долго была независимая пару лет было меньше пару лет было говорим можете открыть почитать вот как раз таки вы зацепили тему истории я вот как раз и говорю поэтому про историю ну да понятно понятно если ты хочешь сказать когда вы говорите общее государство для меня это не общее государство если вы имеете ввиду Российской империи или советский союз для меня это не общее государство это оккупационные как его сказать власть оккупационная оккупанты объем пришли заводов нас строили? Нет, заводы строились везде для того, чтобы как бы экономику поднимать. Это не важно. Все захваченные земли, на всех захваченных землях строилось что-либо, чтобы укреплять экономику. Это абсолютно не играет роли. Нифига себе не играет роли. Но это была бы там Америка, или Британия, или еще какая-то другая страна, она бы делала точно так же. У них были там колонии, колонии по всему миру, там Китая. Много заводов построила Британия в своих колониях. Ну тогда еще такого понятия, как завод, оно не распространено. Это 19 век. Ну да. Ты что, мануфактура средних веков? Ну вот, вот такие вещи там достаточно. То есть, если мы возьмем бывшие колонии этих стран, то они себе нормально себе как-то живут. Ну понятно. Так что заводы вообще не имеют никакой роли. Слушай, ну, я на самом деле немножко тебе сочувствую. Тяжело с такими установками будет жить в составе России. Да нет, в составе России никто уже жить не будет. Мы уже пожили в составе России. Знаете, у вас были шансы, когда у нас не было действительно какого-то своего поддержки. Поддержки. То есть, когда гетьманщина была, у нас поддержки не было, потому что Речь Посполитую поддерживали вот этот католический, да, католический мир, ну то есть, страны католические. То есть, война с Речью Посполитой, как бы она не особо поддерживалась, Гетьманщина не особо поддерживалась. Вот. Наши союзники были только Крымское ханство, которое как бы было очень мутным союзником, оно тоже не хотело, чтобы гетьманщина укреплялась. То есть, по факту, со всех сторон, со всех сторон, у нас были враги. Вот. Та же Московия, которая как бы показывала, что она вроде как поддерживает, на самом деле пыталась, ну, искала наилучший шанс захватить территорию. Так а что Богдан Хмельницкий тогда пришел и начал Вечный мир просить там? Вот. Так тут же вопрос, вопрос-то в чем? Когда он пришел? В 1654 году Переславская рада, так? А воевать он начал с Речи Посполитой с 1648-го, то есть прошло 6 лет. До этого он искал союзников в Молдавском княжестве, в Ассалах Арманская империя. Ну, понятно, что, в Уркином, ну, это все понятно. Ну, короче, с Единаверством. Не-не-не, с Кремским ханством был союзником. Искал союзников там с Севернее, то есть со Шведами и так дальше, с Трансильванией. То есть, Московия была самым последним вариантом, самым крайним. Пропал куда-то. Куда я пропал? Я на месте сижу. Звук. Я на месте сижу. У меня все отлично. Куда ж ты слился? Пропал. Сразу, сразу на этот. Съезжает на звук. Вот. Видите, вот это самый, самый хороший пример конторы ФСБ. Ну, то есть, конторские на зарплате. Они сидят, у них ноль эмоций, не работают по методичках и просто спокойно, не парюсь, типа, вот, приталкивают какие-то мысли. То есть, конторы, она самая, как раз таки, будет адекватная. На эмоции она редко будет выходить. Если она выше на эмоции, значит, она плохая контора. Но то, что это конторы, это факт. Ну вот. Что сказать? По истории ноль, но пытаемся влезти. Ну что, сподобалось відео? Тоди не забывай подписаться на мій YouTube, Telegram, Instagram, а також за можливості підтримати мене на Patreon чи за реквизитами, що знаходиться в описи під відео. Субтитрувальниця Оля Шор